В непростой ситуации оказались жители одной из актюбинских многоэтажек. Люди приобрели квартиры три года назад, но сейчас узнали, что их жилье им не принадлежит. По их словам, новый владелец дома требует заново выкупить квадратные метры. В противном случае десятки семей просто окажутся на улице. Ситуация разбиралась Ольга Лефина. Эти люди три года назад приобрели квартиры в жилом комплексе Актуби-Ожары. На тот момент недвижимость была в аресте. Ее распродавала якобы представитель фонда проблемных кредитов из Алматы. Покупателе привлекла стоимость. Один квадратный метр в черновом варианте стоил 100 тысяч тенге. Ключи жильцы получили через посредников сразу в 2020-м и заехали. Первые подозрения закрались, когда продавец стал затягивать с оформлением документов. Я поехала в Алмату. Поехала в этот фонд. То есть три месяца я находилась в Алмате. Искала ее. Она вообще меня в игнор загнала. Фонд пошла, фонд вообще ее знает, не знает, сказали. На этом неприятности не закончились. Оказалось, что весь дом в конце 2023 года выкупила другая компания. Теперь новые владельцы здания требуют заново купить у них квартиры. Уже по 246 тысяч тенге за квадратный метр. Иначе выселение, говорят жильцы. 1 февраля на нас подают в суд. То есть на выселение. Сейчас уже начали отключать свет. У меня отключили в пяти квартирах свет. И сказали, что в дальнейшем будут отключать воду. И когда-то пятерный сезон закончится, нас отсюда выкинут. Офис компании владельца дома расположен в этом же здании. Но поговорить не удалось. Дверь закрыта. А по словам жителей, документы на право владения имуществом им не предоставили. Ничего не показывают. Почему я должна заходить в ЕГОВ? Каждый даже полицейский показывает свое удостоверение. Ты покажи свою полномочия? Документы они тоже не показывают, что они владельцы дома? Нет. Зайдите в ЕГОВ. Я говорю, я не знаю, как заходить в ЕГОВ. Покажи мне документы. К слову, никаких документов на квартиры люди так и не получили. Из доказательств фото договоров купли-продажи в телефоне и квитанции об оплате. Еще год назад обманутые жители написали заявление в полицию. Они требуют найти и наказать лже-сотрудницу фонда, распродавшую им воздух. По их подсчетам общий ущерб составил свыше 300 миллионов тенге. Проводится расследование уголовного дела по статье 190 части 4 уголовного кодекса, то есть мошенничество. Подозреваемое лицо находится под подпиской о невыезде. По уголовному делу проходит 16 потерпевших граждан. По данным департамента полиции, расследование уголовного дела близится к завершению. Уже в марте все материалы поступят в суд. Удалось связаться и с нынешними владельцами дома. Представители компании заверили, что готовы предоставить все необходимые документы.